Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 15 января, и многие из вас отмечают День Ангела. Это День Памяти Святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Юлиану. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «пушистое». Небесной покровительницей ее является праведная Иулиания Лазаревская, Муромская. Жил в шестнадцатом веке на Руси благочестивый дворянин Иустин, и была у него единственная дочь – Иулиания. Иулиания рано осталась девочкой-сиротой и провела детство свое с теткой, да с братьями и сестрами. Одной лишь непреодолимой страстью жила Иулиания – помощь другим, и видела в этом свое предназначение. Пока другие дети играли, она смиренно стояла на коленях и молила Бога, а развлечением для себя избрала рукоделье. Слава о ее благочестии разнеслась по окрестностям. Так о ней узнал ее будущий супруг, который привел шестнадцатилетнюю девушку в свою семью. На плечи молодой жены легла забота о доме и стариках. Для Иулианили это было в радость. Но даже в домашних заботах праведная не забывала о духовных подвигах. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Своё любимое увлечение – шитье – девушка не оставила. Ночи напролет проводила она с иголкой и ниткой в руках. Втайне от супруга продавала свои творения, а деньги раздавала нуждающимся. Иулиания подарила своему супругу тринадцать детей. Но только четверым довелось прожить долгую жизнь. На это святая отвечала – Бог дал, Бог взял. Окутанная скорбью, она умоляла мужа отпустить ее в монастырь. Но супруг не позволил. Иулиания покорилась. Ведь всю жизнь она жила ради других, забывая про себя. С той поры праведная увеличила свои подвиги и стала вести монашескую жизнь вне монастырских стен. Только иногда наведывались к праведной злые духи, дабы отвести ее от пути истинного. Однако Иулиания не устрашалась и еще больше молилась Богу. Будучи в преклонном возрасте перед своей кончиной, она возрадовалась скорому ангельскому образу. Лежа в своей постели, она молвила – «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой!» И мирно скончалась. Субтитры создавал DimaTorzok Господь!